Утренний гость Команда КВН, сборная города Чебоксары, Чуваши, Чигу, привет! Привет, доброе утро, страна Чуваши, наверное, так можно назвать Да, доброе утро, я очень рад оказаться у вас в гостях А мы-то как рады Мы сейчас уже смеялись, друзья, за эфир, у них глаза уже такие, я смотрю, у тебя глаза блестят От того, что насмеялась, аж почти до слез До слез, Пашеч, ну давай приступим к вопросам, наверное, к тебе, как к представителю команды Самосмуч, правильно, как она называется? Сборная города Чебоксары, Чуваши, Чигу Ага, и кем является Павел Бугловин в этой команде? Я являюсь, как и многие наши все, у нас есть только один капитан, у нас нет 7 капитанов, у нас все являются актерами и авторами команды То есть мы сами себе пишем, сами играем Поэтому все очень просто, актер и автор команды КВН, Чуваши, Чигу Так, ну смотри, вот пока общались за эфиром тоже, ты сказал, что есть какие-то, например, вообще в командах фронтмена или еще чего-то Конферанс Ну да, то есть есть базовый ряд в команде, есть люди, кто отвечает за что То есть это не как внутри сцены, то есть, как я говорил сейчас, мы авторы, да, все за сценой То есть мы пишем, это когда при подготовке материала А уже на сцене мы убираем все должности Ну, грубо говоря, вы сейчас ведущие находитесь, а есть операторы, есть видеооператоры То есть множество должностей И в данном случае я на сцене занимаюсь, у меня образ конферансии, я закидываю, объявляю миниатюры Вот, потому что, наверное... Да и шутки тебе не доверяют озвучивать Да, может так сказать, я ушел от этого, просто, да, я раньше был актером, да, фронтменом в своей начинающей команде Но я просто сейчас отошел, может быть... Ты понял, наконец-то, ты понял, где твое место в команде Я думаю, это благодаря челке, вот как раз таки, да, мои прически, я вот, меня просто обозначили на этот долг Да, друзья, по поводу челки мы тоже уже шутили, потому что очень многих вопросов, как же Паша зачёсывает так вот эту свою челку назад... Ну, я выиграл этот конкурс, в общем, в команде А если ты конферанс, ты можешь играть или петь? Я могу Нет, я пою, мне кажется, на свой взгляд, я пою плохо, но у меня Александра Голубева, наша участница, которая отвечает именно за вокалы и, конечно, за женские роли Она говорит, Паша, у тебя хорошо получается петь, но это, мне кажется, она меня просто подбадривает Нет, ну, тренироваться, это так же, как и со шутками Нужно постоянно делать, как это называется, штурм мозговой, да, устраивать? Что потом уже шутки автоматически начали из тебя каким-то образом Ну, да, да, да Так же и здесь тоже, если тебе говорят, надо попробовать А так, да, актёр, конечно, ребят, иногда сил не хватает, нужен там третий, четвёртый актёр, подыгрывающий миниатюр, и я с радостью Сколько у вас человек в команде? Так, начинали мы четвером, четыре парня, я, Лёва, Радик, Олег, а потом добавился ещё один парень с Москвы уже, который проживает в Москве, Чилья Семёнов и Александра Голубева, потому что там нужно было усиляться вокально Шесть человек? Сейчас получается, да, шесть человек, но это на сцене, и за сценой ещё трудится большая наша команда, это директор у нас, администратор, то есть человек девять у нас здесь В данный момент тоже действующим КВНчиком играют у нас в Чебоксарах, в региональной лиге столицы Международного союза КВН, поэтому они пока учатся играть в КВН, и как бы, чтобы толчок какой-то тоже, чтобы повидать и снаружи, что такое внутри, что такое большое КВН, мы как бы взяли их с собой Они много, мне кажется, научились, они ходили вот с такими пятирублёвыми глазами, то есть на всех, то есть смотрели, на редакторов там, которые по телевизору Ребятам по семнадцать, по восемнадцать лет, конечно, все выходили, вспомни себя, какие у тебя были горящие глаза, а ездили сейчас на... На дву четвёртую, первую, телевизионную первую лиги, город Казань И что там было? Давай я вот от отзывов зрителей, потому что у меня огромное количество друзей, коллег ездила, смеялись до слёз, говорят, вот мы недавно видели сюжетик небольшой, наши коллеги подготовили, наши коллеги тоже ездили Просто игра была бомбическая, вот такие отзывы Ну а теперь рассказывай, какая была Я не знаю, что сказать, я не знаю Ну серьёзно, да, это правда, это правда, это бомбические игры, я никогда... Я забыл, когда такой проходил уровень бешеный, это просто четыре игры подряд по шесть команд, которые играли в этом году и в премьер-лиге в телевизионной на первом канале, и в высшей лиге, и вообще кто изначально в первую лигу попал, это 24 сильных коллектива, четыре игры подряд По шесть команд это невероятная плотность юмора, это невероятная плотность подготовки, это очень тяжело на самом деле, доказать какой-то свой стиль, какой-то свой колорит, чтобы он выиграл, чтобы он смотрелся выигрышнее, чем у остальных Но на данном этапе я считаю, что у нас получилась эта подготовка, но работать ещё у нас сейчас уходим на летние каникулы перед полуфиналом, но работать ещё очень и очень много на самом деле Возникло сразу два вопроса у меня, во-первых, это ребята, с которыми уже играли, да, команды, с которыми знаете уже... На игры очень смешно, а какой-то нет, от чего зависит? Это зависит, наверное, от команд, которые формируются, вот как формируются лиги, какие команд попадают, вот так и примерно думаешь И проходимость, коэффициент проходимости, то есть может даже пройтись с одной четвёртой, там шести команд, пять команд может полуфинал пройти А тут, видите, какие условия, тут проходит ровно половина с игры, то есть из шести команд проходила ровно тройка призовая, первая Понятно, то есть есть стимул, чтобы смешнее, чтобы дальше больше... И знаешь, пока смотрели вот про вас ролик, тоже у нас в Дайджестов был, да? А я посмотрел, в жюри в составе не нашёл ни одного знакомого для меня лица В жюри кто сидит обычно? Ну вот у нас сидел сейчас в жюри в Казани, это Герман Иванов из сборной города Мурманска Три же три финалисты высшей лиги Леонид Мургунов, это команда КНПРА по парам, который является... Леонид Мургунов И который на данный момент является у нас редактором в региональной лиге столицы Чебоксар приезжает сюда, редактив как раз таки вот молоденьких ребят из ЧГУ сборной ЧГУ, вот А вы вообще, не удивляйся, я хочу сказать, что люди с годами меняются И поэтому пока шёл сюжет, я не увидел ни одного знакомого лица Антон Слакаев, сейчас он правильно называется, наверное, художественный руководитель Виа Волга То есть вот он, да, солист, то есть и за песни кому есть поругается То есть это люди, можно сказать, уже корифеи своего дела Вот этого КВНского сообщества Которые в своё время от вот начала и, так сказать, до победного завершения прошли всё это дело И теперь они уже знают, что к чему Да, они уже с лёгкостью могут осудить, посудить людей и дать объективную оценку команде Паш, что дальше? Вы прошли в полфинал? Yes А когда он будет? Где? Он будет также в городе Казани Я думал, сейчас Паша продолжит на английском языке Я даже трогался так, перебираю с утра весь свой состав Истрел с половиной без слов Я хотел, но, чувак, сальпакай, чувак, они готовы Начать так утро Будет осенью, игры будут осенью Я не знаю, пока даты нам точно организаторы не сообщили Но я думаю, это конец сентября, октябрь И также по-прежнему будет в городе Казань Ну и после опять Сочи Нет, Сочи потом А, потом после игры, да Да, после игры Потом в январе будет Сочи Ну и надеемся, что Высшая Лига Первый канал Будем болеть, держать кулачки Спасибо большое И желать удачи нашим ребятам В общем, друзья, готовьтесь У вас, мне кажется, хороший задел есть И главное, что? Главное, шутить Да, особо Нашей профессии нет ничего Да Друзья, мы продолжим шутить И разговор с нашим замечательным гостем Совсем скоро Пока что уходим на музыкальную паузу Я музыка Мир волшебных грез Растворю тебя В свете лунных слез Я музыка Твоя мечта Я музыка С тобой всегда 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 Я музыка Я музыка Я музыка Ты Мир волшебных грез Всегда 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 Мир волшебных грез Ты Ты Мир волшебных грез Мир волшебных грез Утренний гость Утренний гость На самом деле Это очень грустный момент У нас есть такое правило У нас есть авторские сборы Допустим, у нас игра 30 мая Мы заезжаем заранее за 2-3 недели на авторские сборы В какой-нибудь санатории Подальше от людей От всего От насекомых От животных От всей связи Непосредственности Садимся Шестером Разбиваемся На круги На 2-3 человека И идем На 2-3 часа Писать шутки Ни о чем не думаю Просто о своем О своем Это реально Это очень тяжелый Грустный сначала процесс Но потом Когда ты зачитываешь все свои мысли И идеи Которые ты накидал И мы в общем кругу Уже начинаем добивать их И как-то раскручивать Это получается очень весело Поэтому там большинство Даже остается Это все вне сцены Которые очень много смешных моментов Которые не попадают Реально в жизнь Которые люди это даже не видели Это у нас Где-то на блокноте В компьютере В ноутбуке Сколько лет ты уже в Квене? Больше 10 Больше 10 Мне кажется ты уже и не уйдешь Потому что Я думаю человек Который побывав В шестером Где-нибудь в уединении Извините меня за неврознение Проржав там 6,5 часов подряд И вообще 10 лет подряд Это все Это уже как-то Что-то такое Немножко Это как адреналин Люди Которые получают Первый, второй, третий раз С прыжками с парашютом Может они не могут Уже без этого и прыгают дальше Так это уже Уже тяжело Без Квен очень тяжело Потому что Привыкаешь Постоянно Эту без эмоций Ну дай бог Сейчас я как бы Немножко обучаю Нашу нынешнюю Квенскую молодежь Так можно сказать Я являюсь редактором Двух лиг И школьный И высший И поэтому Очень приятно работать Вот с молодым поколением И что-то передавать им Объяснять И смотреть Как они Какие-то даже делают ошибки И вспоминать себя Когда ты был на их месте И делал такие же ошибки Это очень прям Позитивно Паш, а вот что говорят родители Нет такого Ну сколько уже можно Опять Твой КВН Или уже болеют Там как-то вот Ну что Какая-то шутка новая Вот как Поначалу было КВН опять КВН Ну пойдемте Пойдемте на КВН Нам нужно на КВН ходить Нам нужно зал забить Своими людьми Болельщиками Сначала да говорили Ой КВН опять КВН А потом как-то Все это реально переросло Возможно В такой вот Как бы мини Ну даже не мини работа Просто реально Какое-то рабочее направление И у меня просто Из КВН Это из общего Это же не просто на сцене выступать Из больше Из этих трех букв Это утекает Жизненные какие-то факторы Я Ну работаю Благодаря КВН Каких-то некоторых сфер Своих Поэтому Все свыкли у меня Все родственники Все привыкли То что я КВНчик Я даже в армию сходил Потом вернулся Через год с армии И сразу же Через дня 4 На сцену стал Лысый Лысый правда Но Не с челкой Не с челкой Да тогда как раз Меня не взяли на конферанс Потому что девочка была Ну красивее Челки не хватало Да Она объявляла Я просто высыпал Сборная города Чебоксары Чуваши Чигу Откуда такое название команды? А мы назвались раньше Очень просто Мы собрались И мы думали Как прославлять себя Как прославлять себя в регион Ну как назвать Не назовешь там Младая Веста Не назовешь Как-то просто команда Синие облака Решили назваться По колоритам По национальности Потому что у нас Как бы была Раньше хоть и команда Тоже на первом телевизоре Команда КВН общага Но не было то есть Никакого отсылки Это сборная города Чебоксары Это Чуваши То есть такого не было А мы хотели То есть у нас какой-то был Принцип у себя Как-то все равно От города От республики делать Вот чтобы Кто такие Чуваши узнать Потому что ну реально Мы приезжали играть в Москву Чуваша Вы где там находите Люди не знают даже Где находится Чуваша Хотя мы просто реально Находимся рядом с Казани Вот Они даже этого не знают И поэтому какая-то может быть Ну внутри такая Большое эго Гордость сказала Мы хотим играть Чуваши Нам многие говорят Вот допустим даже Охранники где-нибудь там В клубах попадаются Там Очень оригинальное название Вы выбрали Чуваши Не могли что-нибудь пооригинальное Мы считаем Что это достаточно Оригинальное название И очень сумобытное И мы Путем этого Показываем Какие мы на сцене Ну реально Чуваши Веселые Веселые парни А еще очень хорошо Сочетается наши Чуваши Вот когда мы В следующий раз Вас по телеку смотреть Скажем Наши Чуваши Выступают Очень хорошо и очень здорово У нас кричалка там болельщикам Да Наши Чуваши Ну форма у вас тоже Такая колоритная Да Национальная Стилистиками Это у нас Мы подготовились к этому Очень сильно Потому что После того как мы В Сочи После международного Фестиваля В Сочи Попали в этом году В премьер лигу На первый канал Нам срочно сказали Ребята Сожгите форму Сожгите все Что у вас было до этого Вам нужно сделать Прямо конфету И вот мы сделали Новую форму Шили подготовились Кто занимался этим Ну это непосредственно Непосредственно Занимался наш директор Который все это находил С нас была маленькая задача Просто два раза в неделю Приезжать на мерки И мерить просто форму У нас маленькая задача была Как бы он не лезет к нам в юмор Мы не лезем в его задачи То есть А то есть директор совсем с юмором Не как У нас директор вообще У нас так же бывает На авторских кругах На авторских сборах И пишет С нами вместе Юмор Человек Который в принципе В теме Команды В этом смысле В юморе Он очень младежный Он Хоть старше нас Там на лет пять Но он В форме Отличной форме Он даже некоторым из нас Ну отлично как мыслику Да Должен быть такой человек Да Сколько лет уже Сколько лет 45-50 Сколько уже Я даже не помню И надеюсь После таких прекрасных слов В адрес нашего директора Меня поднимут суточный Спасибо Сейчас мы тебе найдем камеру Включите камеру Человеку Сейчас он прям будет говорить Давай Вот в ту камеру Вот нет в ту Давай Я надеюсь Из таких теплых слов В адрес нашего любимого директора Елисеева Михаила У меня Чуть-чуть поднимутся суточные До встречи Какой смотри Чуть-чуть сказал сейчас А я же думаю А он понимает что чуть-чуть Чуть-чуть Что твое чуть-чуть значит Директор хорошо знает Миша очень хорошо знает Понятно Ну что ж Миша действительно Будем надеяться что суточные У вас поднимутся А вообще вот есть какие-то Например коммерческие предложения К вам Как коллективу Который шутит Который Который делает шутки Создает юмор Который создает атмосферу Праздника Веселья То есть профессионально Как-то перерасовывается Да да я говорю Как вытекает Откуда у нас заработки С этого КВН Нас и зовут выступать Ну вот раньше не так Потому что часто Сейчас стали часто звать Мы выступаем там На мероприятиях Как внутри каких-то компаний Так и на свадьбах Выступаем На каких-то Корпоративах Упускных Также мы занимаемся Допустим Когда все не могут Все не могут Мы занимаемся там Авторской помощью Авторской подготовкой Там тоже Ну команд Приехать Покурировать Объяснить Что как Пописать с ней материал Вот скажи мне Вот когда вы берете Какой-то например коммерческий проект Вы прям непосредственно шутки Под него забиваете Да Мы узнаем Знакомимся с коллективом Кто вы Что вы Чем вы занимаетесь Какие у вас плюсы Какие у вас есть минусы А что основного нужно узнать Допустим Ну клиента будем называть Грубое слово Но клиента все равно Что основное нужно узнать Чтобы расписать Вот этот план шуток И чтобы повеселить всю компанию Актерские данные Обладает ли он актерскими Сразу проверить Обладает ли он актерскими данными Может ли он какие-то визуальные номера играть Либо у него хорошо идет подача текстовая То есть не обязательно Да эмоционально играть Можно уже просто текстово все это Интернационно правильно обыгрывать И конечно же вокальные данные Если это все есть Это прям бинго Откуда у вас все это приходит То есть вот эти шутки То есть компания Да есть какая-то тренировка Мы сумасшедшие на самом деле люди Если посмотреть на квенчика Со стороны вот наблюдать за мной Вот 2-4 часа в сутки Вы просто будете оборжетесь На самом деле Потому что мы такие люди Я допустим могу идти на работу с утра В наушниках И шутить на все С плеером И вот так вот на какую-нибудь вещь смотреть Как магнит допустим фура Разгружает продукты И я какую-нибудь вещь вижу Какую-нибудь рядом мужичка Веселого там Персонажа И я начинаю уже в голове Представлять ситуацию Где этот мужичок Почему он такой И когда это происходит у меня То есть я вылетаю как бы из реальности И когда на меня смотришь так снаружи Это очень ну Ну и потом куда-то сразу закидываете Как это очень Переписка Нет Никуда не переписки Нет пока Сразу в заметке у себя Блокнотик И потом уже как раз таки На авторском кругу Авторских сборах Вот эти вот блокнотики И давай Достаем И начинаем Это значит Это как любой Настоящий творческий человек Который занимается Каким-то например Я не знаю Танцем Музыкой И так далее Это все Актеры Вживается в роль Ну в принципе те же актеры Только немножко с жанром Вживается в роли Смотря Садясь на себя С тем же бомжом Или с кем-то там С собакой Есть же такие же бомжи Обязательно Потому что есть же роли такие Ну например Есть даже практика Когда тебе нужно Показать собаку Либо сумасшедшего обезьяны Вот ты представляешь Как показать сумасшедшего обезьяну А актеру Нужно додуматься Как показать обезьяну Ну что еще сумасшедшего К слову Вот к слову даже Да вот честно Если по актерству Сергей Бездруков Есть такой замечательный актер Безусловный Ну насколько мне известно Он читал вот про него И там тоже Вот как вы начинали Сначала выпуску про биографию И я вспомнил Такой момент То что у него биография Была написана Так как он играет Очень много ролей А он не просто играет Он реально вживается В каждую роль И из-за того что он Переиграл очень много людей Разных Там у Есенина У него в настоящей жизни Было очень Он преодолел Много болезней Наяву То есть это все Переходило болезнь Эта слабость Все через образы То есть какие он уживался Вот что значит Мысль материальна Поэтому друзья Очень важно Мы начали Вот Аня правильно сказала Начинайте каждый день с улыбки Даже если вы проснулись Не в очень хорошем настроении Обязательно улыбнитесь Насильственно Может быть над собой Первые 30 секунд А потом все пойдет Как нужно Паш Что бы ты хотел пожелать Начинающим КВНщикам Ребятам Которые вот сейчас нас смотрят Слушают Которые в школьную лигу Как-то попали В университетских Вот они только Вот у истоков КВНа Твои какие-то напутственные слова Этим ребятам Я скажу так Как Юлия Самолунович Гусман Говорит всегда Любит говорить В жюри Нас этому Никто не учил В свое время Мы Учились сами Мы приходили к этому Сами Искали какие-то схемы Как это писать шутки Сейчас у нашей Вот Молодежи Современной Которая вот пришла только в КВН Есть все Есть и потенциалы И тоже актерские данные И есть прекрасные Учителя И редактора Которые дадут всегда совет И помогут Поэтому Внимательно просто слушайте И у вас получится Вы классные И ты классный Спасибо за Это что это Спасибо за позитив За это отличное настроение Павел Валиулин Представитель команды КВН Сборная города Чебоксары Чуваш Чигу Сегодня в будильниках Вот так ярко и бодро Вот так ярко и бодро Друзья Мы завершаем наш телеэфир И спасибо всем тем Кто был сегодня с нами Кто приготовил нам Эту программу И помог провести Паш Я предлагаю тебе Прямо сейчас Вместе с нами Посмотреть Какие же интересные события Можно будет посетить У нас в Чебоксаре Прямо сейчас А что у нас Афиша На творческой площадке И медальера И медальера И медальера И медальера Будильники Будильники Крым У нас в каждом Редактор субтитров Тон